Всем привет, с вами Алекс, канал Beryl Lab. Работаем с картами, смотрим погоды, прогноз на ближайшие дни и делаем вывод, где возможны какие катаклизмы. И вот смотрите, что хочу обратить ваше внимание, вот этот циклон завис от Марокко уже третий день. И мы разбирали сегодня сейсмическую активность и говорили о том, что здесь не стало ни сего, около Касабланки почти пятерка произошла. Это вот еще один такой факт. Но здесь вот обращу внимание, что сильный ветер, судя по всему, здесь в Кипралтаре, какие-то осадки. Также в западном Средиземноморье, ну по побережьям, так частично осадки, не особо хорошая погода. Но тоже обращайте внимание, вот здесь в Стамбуле, судя по всему, вокруг, да около, тоже плохие погодные условия. В Румынии здесь, в горах, вот в Карпатах, судя по всему, тоже. Так, теперь давайте посмотрим на север. Самое основное событие это в Норвегии, но они там люди привыкшие, это как бы там сидят во фьордах, там ветра не так задувают. Но в целом осадки, смотрите, очень большие снежные осадки. То же самое на Кольском полуострове происходит. И переходит это на Карелию и, судя по всему, Санкт-Петербург, Эстонию, из Финляндии. И все вот эти осадочные явления, так что выходные будут снежные в этих регионах. В Москве тоже какой-то мелкий снежок идет, также вот в Воронеже, но основной, ну вот здесь Гомель, Львов по этой линии. Ну, основные осадочные сейчас фронт происходят вот здесь, вот по линии Ростов, Саратов, Орск. Примерно вот так вот пока линия. Соответственно, южнее Ростова, Волгоград, орала линия. Там осадки в виде дождя, судя по всему, севернее в виде снега. Ну, скорее всего, это мокрый снег. Также вот здесь, в Узбекистане, есть снежный такой циклончик небольшой. И, смотрите, продолжаются вот здесь вот и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Афганистане тоже в горах очень сильные снегопады. Вы, наверное, видели новость, там 14 человек погибло под одной лавиной. То есть это очень такая мощная лавина, причем это бы обычные жители погибли. Это не те, кто там, лыжники, которые брали на себя этот риск, берут на себя риски, там лавины. Своё удовольствие как бы этим занимаются. Вот, да, и вот Сибирь, тоже Новосибирск, Томск, Лесосибирск. Вот в этой зоне, чуть ли не, Сургут-Ноябрьск, вот это такая большая зона, где происходят снегопады. Тоже чуть-чуть вот здесь Якутии снег сыпется, на севере Байкала, за Байкале вот здесь, в районе Могочи. Ну, самые основные события развиваются в районе Курильских островов, восточной Камчатке, чуть-чуть южный Сахалин и на севере Чукотки. Вот там вот сильные снегопады. Так, смотрите, не успокоится вот этот хвост. Так, настолько мощный циклон, что вот этот хвост его до сих пор активный. Смотрите, здесь на Японских островах, Тайвань, Тайвань. И, что самое интересное, рядом с Гонконгом, вот здесь Китая, прилегающих регионах. А здесь, судя по всему, такой нехилый штормец тоже происходит сейчас. Ладно, давайте увеличим и посмотрим, так сказать, на мир более масштабно. Начнем с запада США. Ну, здесь традиционно снегопады на западе Канады, на западе США. Вот здесь вот с дождем, судя по всему, происходит. На востоке Канады тоже снегопад сыпется между Ньюфаундленом и Гудзонным заливем. Вот здесь на юге, рядом со Флоридой, штатом, какой-то мелкий-мелкий циклон. Но если там кто-то чем-то занимается в Мексиканском заливе, это могут пострадать. Чуть-чуть уменьшилась, стабилизировалась ситуация в Бразилии. Здесь только на севере остались, но остались еще также в Перу и Боливии здесь эпизоды. И на южном Чили вот здесь вот какие-то повышенные осадки возможны. Сам основной вот фронт ушел сюда, в Атлантику, вот он и находится. Продолжаются осадки в Центральной Африке и на Манагаскаре. Ну, что самое интересное, что мы ждем, вот смотрите, вот он, ураган прошел только что через Новую Каледонию. И там скорость ветра достигала 200-250 км в час. То есть, Новая Каледония, я думаю, там мы получим данные о серьезных разрушениях. Плюс вот здесь ураган находится в Индийском океане. Так, ну и вот интересно здесь, Новая Зеландия, дойдет до нее, нет. Я думаю, что мимим пролетит этот ураган. Как его, Нырян, как-то так его зовут. Ладно, давай теперь посмотрим, как будет все меняться с течением времени. Ну, вот дальше на северо-запад этот циклон будет проникать сегодня вечер, да. И завтра вот он так вот и расширится, но останется практически на одном месяце. Что там интересно, что над Санкт-Петербургом область безосадочная, как бы получается. Это такой интересный момент. Вот на Южный Урал придет этот циклон, да. Его хвост будет уйти аж до Кавказа. Такой вот интересный длинный худой хвост. Вот в Южной Испании здесь продолжатся осадки. И в Сибири. На Юго-Востоке Чукотки вот здесь еще продолжатся снегопады. Вокруг Камчатки тоже, но уже интенсивность их не будет такая высокая. Так, давайте посмотрим завтра вечером, что будет. Ну, в итоге этот циклон дойдет до Москвы снежно, расширится еще больше. Даже часть Европы захватит Польшу, Белоруссию. Ну, а здесь он перейдет уже в Западную Сибирь. Юг, Западная Сибирь. Немножко ослабнет этот циклон. Хвост у него не такой длинный уже станет. Так, давайте теперь в понедельник, 8 марта. Ну, в итоге этот циклон дойдет до Поволжья, с северо-запада. Смотрите, с таким хвостом шикарный, который аж до Нидерландов. Вот так вот. Длинный-длинный хвост. Ну, и вечером 8 марта все рассеется. Ну, хотя он до Урала дойдет. Ну, уже таким будет снежком. Здесь, да, Нижняя Волга, Украина. Ну, уже совсем такой небольшой снежок ожидается. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас с давлением-то происходит. А давление падает. Смотрите, большая часть низкого давления. К Скандинавии, практически вся Восточная Европа. За исключением, вот, кстати, Белоруссии и Украины. Большая часть Восточной Европы в зоне низкого давления. И большая часть Сибири. И Урал, естественно. Так, ну, и на Дальнем Востоке, я имею в виду, здесь Чукотка, Магаданская область, Камчатка тоже зона низкого давления. В Северной Америке как-то попроще. Здесь вот такой вот полосой разделяются области ближе к океанам. Низкое давление, посередине высокое давление. Давайте посмотрим завтра, что. Ну, завтра вообще практически вся Евразия уже будет консолидирована. Низкое давление, за исключением Европы и южных регионов Азии. Так, а послезавтра, восьмого, ну, давление начинает стабилизироваться, распадаться на отдельные циклончики. Вот здесь слева и справа от Урала, да, сюда вот мороз между ними проникнет. Вот так вот будет. Но, в целом, преобладание низкого давления в Евразии и высокого давления в Северной Америке. Теперь давайте посмотрим температурный режим. Ну, температура сейчас, видно, что большая часть Европы находится в плюсовых температурах. А вот в Восточной Европе легкий минус около нуля. До линии где-то Харьков, получается, Волгоград и Жесказган. Вот, все, что севернее, получается, слабые минусовые температуры. Ну, серьезные двадцатки только в Оркута, на Ренмар сейчас, потому что в Сибири, смотрите, тоже слабый морозец. Только вот в Забайкале серьезные и в Якутии. Вот, причем, ну, серьезно, ну, как, ну, видно, что достигает там минус 30, хотя вот в Хандыге минус 36, почти под 40 градусов. Ну, в целом, видно, что морозец уже берет тенденцию на снижение. Хотя, вот, если взять Комсомольск-Намурия, Хабаровск, здесь видно, что под 20 градусов. Да и проникает, смотрите, в Корею, в Северную Корею, там тоже отрицательная температура. И часть этой Южной Кореи, часть Японии, кстати, вот тоже, даже в Токио всего плюс 8. Так, ну, давай теперь посмотрим, как это все будет меняться. Ну, давайте в ночь. О, смотрите, в ночь сегодня пойдет прямо на Европу. У вас такая атака, вот, и у Германии, и в Альпы, и вот в Италии, и даже в Север-Африке каким-то образом заденет. Но завтра это пытается сдвинуться чуть-чуть. И послезавтра опять вторая атака уже 8 марта. Произойдет более успешная смесь. Здесь вот даже Франция задействована, Турция. Но в целом это, конечно, серьезными морозами назвать невозможно. Вот немножко на Урал серьезные морозы проникнут. А так в целом-то все и нормально. Ну что, на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого прогноза. А с вами был Алекс, канал Мередлаб. Отличное поражение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.